МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. На шаг впереди. В России проходит День здорового сердца. Мир вашему дому. Прошла первая пресс-конференция митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия. Новые роли нового сезона. Русский драматический театр в ожидании зрителей. Уборочная кампания в республике подходит к концу. Урожайность зерновых и зернобобовых культур рекордная за всю историю агропрома Чувашии. Более 32 центнеров с гектаром. Таких показателей удалось достичь во многом благодаря обеспеченности техникой. Напомним, что в республике в этом году увеличили объем господдержки на техническую модернизацию сельскохозпроизводства в 4,5 раза. Кроме того, правительство субсидирует до 40% затрат. Так, в этом году уже просубсидировано приобретение 412 единиц техники на общую сумму 217 миллионов рублей. В эти дни в республике с рабочим визитом находится первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Это уже не первый его визит в республику. Джамбулат Хатуов всегда в курсе дел аграрного сектора Чувашии. Первый замминистра особо оценил новые меры поддержки сельчан, в частности, по развитию животноводства, личных подсобных хозяйств. Напомним, что по решению Олега Николаева в республике введены дополнительные меры государственной поддержки при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления. Впервые в этом году из республиканского бюджета выплачивались субсидии на содержание коров в период так называемого «большого молока». Также на встрече были обсуждены перспективы роста объемов производства сельхозпродукции, сорта обновления и вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Ульяна Пятакова, Республика. Сегодня митрополит Саватий поделился с журналистами своими рабочими планами на посту главы Чувашской и Чебоксарской епархии. Напомним, он был назначен на служение Священным Синодом Русской Православной Церкви в конце августа. До этого священник из Чувашии 11 лет возглавлял Уланденскую и Бурятскую митрополию. Новое место службы для владыки по сути возвращение на родину. Митрополит Саватий, уроженец Чебоксары, долгое время служил в одном из храмов. На первом месте у него сохранение преемственности и продолжение добрых традиций, заложенных его предшественникам. Церковь всегда там, где есть благотворительность, милосердие и сострадание. В Новоюжном районе в храме новомучеников и исповедников российских кормят бездомных и вообще социально слабо защищенных людей. Думаю, что это очень хорошее начинание, но его необходимо распространить по всей Чувашии. Мы мало разговариваем о женщинах, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А ведь это целая трагедия. Может быть, просто если мы ее не замечаем, это не значит, что ее нет. Женщина, которая оказалась с ребенком в трудной жизненной ситуации, это вообще огромная трагедия. Необходимы пункты для временного хотя бы пребывания этих женщин, чтобы мы помогли им разобраться с этой проблемой. Я думаю, что если будут силы, если найдутся такие энтузиасты, мы будем искать таких. И думаю, что мы со временем, с Божьей помощью все это организуем. Владыка Савати планирует сотрудничать с журналистами, участвовать в создании теле- и радиопрограмм. Так было в прошлом, так будет и сейчас. К средствам массовой информации добавились и социальные сети. Его страница в Фейсбуке насчитывает почти 5000 подписчиков. Владыка сообщает о предстоящих богослужениях, интересных фактах, событиях личной жизни. Любой может оставить комментарий или попросить помощи. Владыка пояснил, что соцсети для него средства общения со всем миром. Телевидение – это не добро и не зло, действительно. И соцсети – это тоже не добро и не зло. И компьютеры – это не добро и не зло. Вот возьмем обыкновенный нож. Ножом можно порезаться, человека убить. Ножом можно хлеб резать. Все зависит от того, как ты к этому относишься, как ты его используешь. Если правильно подходить к соцсетям, то и можно получить много пользы, много полезного. Владыка намерен внедрить современные технологии в ипархиальную жизнь, провести локальную сеть, установить различные компьютерные программы. Без этого невозможно эффективное управление. Татьяна Молокова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов. Республика. За прошедшие сутки в Чувашии зарегистрировали пять пожаров. Погибли три человека. Среди основных причин – неосторожность при курении и неправильное использование электрооборудования. Оба пожара, где погибли люди, произошли на территории садовых товариществ Канашского и Чебоксарского районов, сообщили в ГКЧС республики. Утром 28 сентября в деревне Хуна в Канашского района сгорел заброшенный дачный дом. В огне погиб мужчина. Причиной происшествия, по предварительным данным, стала неосторожность при курении. Ближе к восьми вечера в садовом товариществе птицевод деревни Большие Крачуры Чебоксарского района сгорел еще один дачный дом. В результате погибли два человека. Причина пожара уточняется. Всего с начала года в Чувашии зарегистрировано около 1300 пожаров. 41 человек погиб, 56 пострадали. Предварительный материальный ущерб составил почти 500 миллионов рублей. День здорового сердца проходит сегодня по всей России. Цель профилактической акции проста – обратить внимание людей на свое здоровье. Помогают в этом врачи. Они работают сегодня на некоторых предприятиях республики. В основном на тех, чье руководство понимает, как важно иметь здоровый коллектив. Корпоративная медицина прошлых лет, когда у каждого завода была своя поликлиника, возвращается в новом формате. На этот раз специалисты говорили о сердце, как важно поддерживать его в рабочем ритме. Именно в трудовом коллективе очень хорошо проводят всевозможные такие профилактические мероприятия, которые направлены именно на снижение факторов риска. В данном случае данная акция, она призвана не только проинформировать трудящихся о том, что влияет на здоровье сердца. Это и неправильное питание, и курение, и алкоголь, как говорится, уровень калестерина, двигательная активность. Но в том числе они могут проверить еще свое здоровье в рамках тренирового контроля. Хорошее самочувствие коллектива – это залог высокой производительности труда. Тем более, что для этого не надо специально ехать в больницу. Мы считаем, что это очень удобно, когда помощь приходит сама, и можно на ранней стадии развития выявить какие-то отклонения здоровья у наших сотрудников. Помимо определения роста и веса, врачи измерили у сотрудников компании артериальное давление, холестерин и уровень сахара в крови. Все эти показатели напрямую влияют на работу сердца. Вам 48 лет. Если мы снижаем уровень холестерина, возраст будет уже 50. Снижаем уровень сахара 49. Добавляем регулярные занятия спортом сразу 2 года 47 лет. И проходим 200 шагов регулярно каждый день 46 лет. У меня получается повышенная глюкоза и холестерин на уровне 2 дела. Так как я курю, частенько, скажем так. Рекомендовали бросить. Такие проверки помогут не упустить первые признаки заболевания. Так что за корпоративной медициной будущее. Инесса Спотапова, Дмитрий Ковалев, Республика. Сегодня по всей России прошел марафон открытий точек роста. Напомним, что создание таких центров в малых городах и селах одна из задач национального проекта образования. Точки роста теперь появились и в Ядренском районе. Педагоги и ученики школы номер 3 стали участниками телемоста. Открыл его министр просвещения Сергей Кравцов. Такие центры образования имеют цифровой и гуманитарный профиль. Оснащенные современным оборудованием, точки однозначно будут способствовать интеллектуальному росту школьников. Предметы технология, информатика, ОБЖ, а кроме этого дополнительное образование, обновленные программы ускорят процесс обучения. В 2019 году в республике создано 40 точек роста, а в этом году уже 42. Всего же запланировано открытие 78 центров. Что это дает? Да, безусловно, он дает лучшее образование и увеличение конкурентной способности наших детей в итоге при выборе профессии, при поступлении в высшие учебные заведения, в средние учебные заведения. Ну и, конечно, если технические специальности через точки роста влекут того или иного мальчишку, ту или иную девочку, и они полюбят это направление, конечно, это станет для них точкой роста, потому что через это пойдет их развитие. В этом году Вурнарский сельскохозяйственный техникум отмечает 100-летие со дня образования. Это одно из 20 учебных заведений Чувашии, которое получило грант главы Чувашской республики. Деньги целевые. Все 200 тысяч рублей уйдут на приобретение нового спортивного инвентаря. Для ребят это хорошая новость. Спортом здесь занимаются регулярно. На счету студентов неоднократные победы в спартакиадах по волейболу и баскетболу. Кирилл Лукин уверен, что хорошая физическая форма напрямую влияет на качество учебы, дает силу духа и уверенность в жизни. Активно участвую в спортивной жизни техникума. В прошлом году мы играли в волейбол и заняли третье место. Грантовые средства позволят обновить часть спортивного оборудования. Это вполне конкретный стимул для ребят активнее заниматься спортом. Ежегодно они у нас очень большие молодцы, участвуют в различных спортивных соревнованиях, систематически занимают призовые места в спартакиадах, по волейболу, по баскетболу, среди юношей, девушек, профессиональных образовательных организаций. И неоднократно занимали призовые места в юноармейском движении «Зарница». Кроме сельскохозяйственного техникума в Урнарах, грант главы Чуваши в размере 200 тысяч рублей получил и Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Средства будут направлены на поддержку и развитие инновационного творческого потенциала учебного заведения. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. После вынужденного перерыва из-за пандемии Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля распахнул свои двери. В 88-й сезон открылся премьерой исторической легенды «Золотая кладовая». Жизнь театра начинает входить в привычный режим. Однако выход в свет сопровождают новые правила. Измерение температуры, обрабатывание рук и соблюдение социальной дистанции. Неизменным остается одно – искусство. Новый спектакль «Золотая кладовая» рассказывает о неиссякаемом источнике силы чувашского народа. Это история людей, которые, не жалея себя, боролись за счастье своих соплеменников. Премьер же – это не просто какая-то роль, вот такая вот проходящая. Это большая честь. Это так. В театр в меня поверил, на самом деле. Я очень рад этому, что дали мне это. И дали показать про чувашский народ. Тот народ, который живет очень долго и живет очень счастливую жизнь. Автор пьесы, народный писатель Чуваший Михаил Юхма долгое время собирает материалы о происхождении Чуваший, изучает историю предков, традиции и обычаи. Я очень рад, что состоялся такой спектакль, такая басоновка. Состоялась. Я ведь когда писал, мечтал, что когда-нибудь эта пьеса дойдет до людей. Это очень сложная пьеса, на самом деле. В театре царит рабочее настроение. Проводятся репетиции, шьются новые костюмы и дорабатываются декорации. Афиша на октябрь уже составлена. На очереди спектакли «Когда поют светофоры по зеленым волнам океана» и «Незнайка и его друзья». Команда Чувашии стала призером чемпионата России по водно-спасательному многоборью. Состязания прошли в Санкт-Петербурге. В составе сборной, представляющей нашу республику, пожарный из Новочебоксарска Андрей Гориаинов, диспетчер Чебоксарской специализированной пожарно-спасательной части Юлия Чапаева и старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Кузьмин. Среди сотни участников со всей страны в 11 прикладных дисциплинах наши спортсмены завоевали бронзовые медали. Победители турнира представят нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Это главные новости вторника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова